В этой лаборатории под Минском проверяют пробы спортсменов на анаболические стероиды. Об этом мы вспомним чуть позже. Как и вспомним фамилию Родченков. Российский химик, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, консультировал белорусских коллег на всех этапах создания собственной базы. Сегодня, правда, эта лаборатория так и не аккредитована Всемирной антидопинговой организацией ВАДА. Отозвана лицензия и у Москвы. Было две аккредитованные лаборатории. Это в Алма-Ате, Республике Казахстан, и в Российской Федерации, город Москва. На данный момент и в Российской Федерации закрыта лаборатория, отозвана лицензия. И в Казахстане тоже отозвана лицензия. Поэтому ближайшая лаборатория у нас это польская лаборатория. Если двигаться в сторону восточного направления, то следующая ближайшая лаборатория это только Пекин. То есть сейчас в СНГ нет лаборатории, которым доверяло бы мировое спортивное сообщество. Многие считают это предвзятым отношением и увязывают с допинговым скандалом в России. Он начался с этого фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике. Герои рассказали о распространении запрещенных препаратов тренерами и врачами. О фактах подмены анализов за деньги или по просьбе чиновников и многом другом. Материалом заинтересовалась ВАДА и начало собственное расследование. В итоге российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах. У московской лаборатории отозвали лицензию, а ее руководителя Григория Родченкова отправили в отставку. Он уехал в США и в скандальном интервью New York Times заявил, что 15 обладателей медалей в Сочи были частью государственной системы сокрытия положительных допинг-проб. Люди отмечали победы олимпийских чемпионов, а мы в это время сходили с ума и меняли пробы с мочой. Мы были готовы к этому. У нас был опыт и знания. Лаборатория была оснащена всем необходимым. Все работало как швейцарские часы. Представляете, как устроен олимпийский спорт? Допинг, со слов Родченкова, создал он сам и назвал дюшес. Три анаболических стероида, наличие которых в организме легко определят в Минске, плюс алкоголь. Употребление дюшеса резко сокращало восстановительный период, что для краткосрочной олимпиады главное. Слова Родченкова в России до сих пор называют выдумкой, а самого химика предателем, работающим по заказу конкурентов. Но, тем не менее, ВАДА пошло дальше и назначила канадца Ричарда Макларена главным в глобальном расследовании о допинге в российском спорте. Первая часть доклада Макларена вышла за две недели до Олимпиады в Рио. Прямых доказательств не было, но Россию все равно обвинили по трем позициям. Сокрытии, манипуляциях и массовой подменой проб, чтобы россияне могли триумфально участвовать в домашних играх в Сочи. Все звучало как предположение, но на игры в Рио Россия поехала в ослабленном составе, а тяжелоатлеты и паралимпийцы были отстранены. Разговоры о допинге затем поутихли, но в ноябре 17-го МОК лишил сборную России сразу десяти медалей Сочинской Олимпиады. Лыжные гонки, бобслей, скелетон, биатлон, игры, которыми гордилась вся Россия, были представлены сплошным обманом. Опять же, без четких доказательств. И, наконец, за два дня до исполкома ВАДА подтвердила подлинность данных Родченкова, и Россию оставили без Олимпиады в Корее. Это решение вызвало шок, эмоции переполняют. Решение дисквалифицировать Российский Олимпийский комитет, мне кажется, никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое. Презумпция невиновности, она вообще отсутствует. Если в моем случае у меня была положительная проба, и я знал, что этого не может быть, и боролся до конца, то то, что переживает сейчас наша братская Россия, спортсмены, нам очень это понятно. В этой ситуации резонно понять, что сегодня представляет из себя ВАДА, специалисты которой, кстати, Минскую лабораторию посещали и три, и два года назад, были впечатлены, но лицензию так и не выдали. Как и не выдали вообще никому за последние четыре года, когда был введен мораторий на расширение агентства. Причина в резком снижении качества и надежности. Лицензию отозвали, скажем, у Парижской лаборатории, а на прошлой неделе такие же санкции последовали в отношении их коллег из Бухареста. ВАДА уже давно поставила под сомнение собственную систему проверки спортсменов на допинг, которую пять лет назад называла чуть ли не идеальной. Биологический материал забирают раздельно несколько организаций, чтобы не было конфликта интересов и даже возможности скрыть допинг. В лабораторию замороженные пробы А и Б приходят пронумерованными ни фамилий, ни страны. Проба А, она вскрывается сразу, когда идет аналитический этап. Проба Б хранится в запечатанном виде и она нужна будет в том случае, если будет, ну, проба А будет обнаружено какое-то запрещенное в спорте вещество. И проба Б, она нужна будет для, условно говоря, в том случае, когда спортсмен будет не согласен с результатами. И основа всех обвинений в адрес России – пробирки со следами вскрытия. Конкретно есть царапины. То есть ВАДА, во-первых, не может доказать, что пробы подменены, а лишь сомневается. Из-за таких сомнений, впрочем, проблемы были у белорусских грибцов. И, во-вторых, надежность пробирок, которые вроде как невозможно вскрыть без повреждения колпачка, была аксиомой, на которой строится вся политика ВАДА. Если ВАДА допускает, что пробирки можно вскрыть, значит, абсолютно все результаты исследований, все медали, чемпионы всех турниров теперь тоже под сомнением. Точка в этом скандале не поставлена. Россия еще может обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Виновна Москва или нет? Самое интересное, что юридически полностью доказать свою правоту не может ни одна сторона. Ведь были прецеденты, когда ВАДА ошибалась. Это как догонялки. То есть нарушители, они убегают. Вот наша антидопинговая наука, она их пытается догнать. И этот процесс, мне кажется, бесконечный, поскольку все-таки спорт высоких достижений – это уже большой бизнес, где есть смысл чем-то рискнуть с точки зрения вот этой компании, да, то есть спортсмена, его окружения, для того, чтобы достичь каких-то материальных благ. То есть механизм сокрытия допинга начинает с создания анаболиков до подкупа врачей последние 10 лет развивается куда быстрее, чем ВАДА. ВАДА, конечно, злится. И перестраховываясь, дисквалифицируют даже за малейшее подозрение. И тут подворачивается химик Родченков с недоказанной сенсацией, которую ВАДА раскручивают до вселенских масштабов. Доказать свою невиновность, оспорить решение – это возможно. Но для этого нужно иметь первое – это то, в чем вас обвиняют, вы этого не делали. Иметь неоспоримое доказательство профессионального юриста, адвоката, специалистов, финанса и время. Если у вас это все есть, это возможно. Теперь чистым российским спортсменам предложено выступать под нейтральным флагом. Вся спортивная Москва сейчас обсуждает, что делать. Ведь Олимпиада – это не только деньги, это и честь страны. Если вы помните историю с Виолеттой Скворцовой, когда она услышала не свой гимн в честь ее победы. Она просто с уважением, но она ушла из пьедестала. И этот случай юной спортсменки объединил целую нацию, не говоря о том, что со всего мира были звонки. Потому что каждый видит себя в ней. То есть у каждого человека частичка Родины в сердце и эти символы неотъемлемые. Это и есть чувство патриотизма и гордости, за что в том числе и любят спорт. Беларусь, конечно, неравнодушна. Российские атлеты, когда тяжело было нашим молотобойцам, когда незаслуженно обвиняли грибцов, защищали их. Тогда говорили о предвзятости к постсоветским странам. Ситуация повторяется, но в большем масштабе. Но неравнодушна во всем мире. Как бы ни закончился скандал, будет Россия на Олимпиаде или нет, зреют колоссальные перемены. Мировая спортивная система защиты от допинга давно не работает. Игорь Тур, Евгения Косцова, Василий Садовский, Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.